Сегодня в рубрике «Коротко» поговорим о глупости христиан. Мир вам, дорогие зрители! В Евангелии от Матвея в 25 главе есть притча о десяти девах. Наверное, все читали и слышали, поэтому не буду все читать. Лучше откройте Евангелие и почитайте сами, если не читали. Там история, как десять дев имели веру в Господа и ждали Его пришествия. Они сохранили девство, имели веру, молились, постились и многое другое. Но оказалось, что пятеро из них, из этих десяти дев, были глупыми, а пятеро мудрыми. Мудрые имели при себе лишнее масло, запас взяли с собой, а у глупых не было. И вот когда кончилось масло, они пошли покупать. И после того, как мудрые вошли на брачный пир, двери закрылись, и глупые остались за дверьми. На их просьбу открыть двери Господь отвечает, что не знает их. Удивительно, да? Аналогичные слова можно найти и в седьмой главе Евангелия от Матвея. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не отваивали именем и пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». И удивительно, да, как Бог не знает людей, которые верят в Него. Итак, почему Господь не принял глупых из-за недостатка масла, а тех из-за свершения чудес, изгнания бесов? Почему Господь может отказаться от людей, которые верят в Него и жили ради Него? Дорогие, это масло есть дела милосердия, которых не было ни у глупых дев и ни у тех, кто творил чудеса. И почему глупы эти девы? А потому что они так и не поняли смысл христианского учения, всего суть христианства. И остались глупыми, несмотря на то, что даже, наверное, хорошо знали молитвы наизусть, имели веру, что даже гору могли переставлять и бесов изгонять, имели знания богословские и тому подобное. Ибо все учение сводится к любви, как и говорит Павел. Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и гору переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Вот поэтому они глупы, что всю жизнь посвятили своей вере, так и не поняв, что без любви все дела ничто. А что есть дела любви, дорогие? Это дела милосердия. Как говорит святой Златоуст, что Господь не сказал, будьте постниками или молитвенниками, действенниками, как я сам, а сказал, будьте милосердны, как и отец ваш милосерд. Дорогие, пока не поздно, пока не пришел Господь, то не оставайтесь глупыми, так и не поняв смысл христианского учения. На сегодня столько, дорогие. Спасибо вам и храни вас Господь. Спасибо.